Когда он позвонил и пригласил, Нельчка говорит, только будет не главная роль. Я говорю, ладно, про что? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот это, вот это, вот это, вот это, все, иду, не переживай. Образ из длинного платья классического в драные джинсы. Так. Иншинелли. Я после Ланы Рэй, я выходила вот в этом образе, что песня следующая, Ковакс, и я слышала из зала, ну вот перед выступлением, все это начало, я слышала, а это кто? То есть меня не узнавали. Якщо б вас запросили, питание такое, кого бы сыграли в мюзиклу? Женщину-кошку. Витаю вас, дорогие глядачи, вы дивитесь проект ГІСТУДІ. Мене звати Ольга Глечико. На сегодня очень интересный гість. Встречайте, наконец, у нас в гостях снова киноактриса, автор, виконавец, песен и артистка Одесской филармонии Нелли Нечаева у нас в гостях. Добрый день. Я тоже очень рада видеть. Только мы с вами говорили про то, что півроку тому мы с вами говорили про 90-летие филармонии, про ваши образы, про романсы, чи будут новые образы. И наконец мы можем про это поговорить, что вы инши. Это да. Так? Ну так, образ из длинного платья классического в драни и джинсы. Так. Инши Нелли. С чем это связано? Это связано с тем, что, я считаю, мне и повезло, и с другой стороны, наверное, это заслужило, что у меня была очень большая работа. Работа в новой программе. Я работала с оркестром, пела в мировые хиты под руководством Дикого Владимира Юрьевича. И, соответственно, там образы были совершенно другие. Да. То есть мировые хиты – это рок. Но в моем случае это мягкий рок, потому что, понимаете, после романцев перепрыгнуть в что-то тяжелое, там пела другая солистка, более тяжелые произведения. У меня как-то это было все более мягенько, мягенько. Вот. Но это был четкий перелом. Я очень этого хотела, очень долго к этому шла, я очень долго объясняла, доказывала и уговаривала, что давайте попробуем. Я могу. Так. Ну, действительно, вы этого ждали. То есть вам комфортно в этом образе? Очень. Хочется и надалее рухать в этом направлении? Очень комфортно. Для самой себя удивительно. То есть, наверное, пришло время, когда, да, тот образ, он хороший, но мне хотелось выпрыгнуть из него. Хотя я вам хочу сказать, что идея нового спектакля на основе все-таки вот таких лирических песен, романсовых произведений, он еще есть. То есть такая идея есть, я не знаю, как я ее смогу воплотить, потому что после работы такой, в которой мне повезло быть, и 3 октября, я считаю, достаточно достойно у меня все это дело получилось, это была моя дебютная работа с этим оркестром, с дирижером, следующая работа не может быть хуже. То есть это была такая мощь, он создал такое полотно, это были не просто набор произведений скомпонованных, он четко вывел по образам. По противодействию, по кульминации. То есть это было полностью полотно четко отрежиссировано. Я не думала, что дирижеры могут быть настолько классными режиссерами. Вот так. И я понимала, что от меня хотят. То есть я понимала, что он видит. Образы были продуманы до мелочей. И корректировались им до мелочей. То есть человек понимал, что он так уж вам подбирал, что вы это обговорювали, вы на что-то могли настоять на какие-то песни. Если они классные. Какие они? Что за песни? Оля, ну, во-первых, это был Ковакс. Be I full, like you. Have an essence, bring me to life. Lana Del Rey. Складные такие композиции? Нелегкие. Нелегкие. Причем они были абсолютно разноплановые, абсолютно разнообразные. У меня даже был момент, вот я после Lana Del Rey, я выходила вот в этом образе, что песня следующая Ковакс. И я слышала из зала, ну вот перед выступлением все это начало, я слышала, а это кто? То есть меня не узнавали. Наимоверное перевтелывание. Наимоверное перевтелывание, верно. Конечно. И тем более, что между песнями там был очень маленький перерыв. То есть у меня была одна песня для того, чтобы полностью из кудрявых волос, из всего вот такого вот, с хвостом, вытянутые волосы, джинсы, рубашка, и я пошла вперед. Вот, поэтому это была очень интересная работа, и она была мне комфортная. Знаете, обычно подготовительный момент перед спектаклем, да, перед концертом артисты вспоминают, о, господи, когда же это закончится. А мне очень нравилось. Мне очень нравился подготовительный момент, и мне очень нравился сам концерт. Перед началом концерта, да, как все нормальные люди, артисты, я волновалась, но выйдя на сцену, мне было спокойно. Ну, доброе, а вот сама перестройка голосу. Я знаю, что оперным спевкам, им важкость рада спевать, и самая через эту перестройку. С романцами – инша речь. Тобто вы легко перестроивались? Ну, у меня было время перестроиться. Начнем с того, что мне кивнули утвердительно головой 15 июля. К первому сентября я пообещала, что я буду готова. И полтора месяца с концертмейстером Татьяной Моторной. Два раза в неделю, вторник, четверг, мы с ней как пионеры возле рояля. Вот, поэтому, да, были перестройки, конечно. Это совершенно другой стиль, это совершенно другая поддача. И это было, ну, были свои шероховатости, были свои моменты, но я понимала, что я могу. Он не дал мне ничего такого, чего бы я не могла сделать, или бы ломала себя, или душила бы себя, или передавливала. Меня никто через колено не ломал. Ну, ничего не было такого, так, перестань спевать романсы, все, будь там, більш раскутаю, там, что-то такого не было. Нет. Выйшли, да, и все. Нет, я пришла, я же вам говорю, единственное, понятное дело, что корректировались, были пожелания по образам. Ну, это естественно, это нормально. То есть мне говорили, вот, я вижу вот так, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Все, дальше это уже моя работа была. И актерская моя была задача, и я ее решала. Ну, очень интересная работа была. Ну, попереду, по цей стежке вы идете далее, это будет музичная выстава, про которую вы сейчас говорили, что это будет також в таком же стиле, или нет? Нет, нет, нет. Музыкальный спектакль, эта идея есть давно, это все-таки на основе лирики. А что касательно данного проекта, мне бы хотелось бы, в принципе, чтобы это выступление, это полотно, которое Владимир Юрьевич создал, в принципе, мне хотелось бы, чтобы это стало проектом. Потому что это очень достойная работа, это классная работа. И она не только музыкальная. Явно, что человек продумывал, я же говорю, от начала до конца. Такое тербьют-шоу, можно так сказать, или световые хиты, выключно. Ну, как вы это видите? Ось, куда-то поехать в иншее место. И не только в место. Я бы с удовольствием был не только в другую страну, почему нет? Но для начала это нужно, наконец, начать рассматривать как проект. А до тех пор, пока я не выступила, не почувствовала, не посмотрела, не поняла стиль работы человека, мне говорить о проекте, ну, как бы было бы странно. Кстати говоря, я с ним еще об этом не говорила. Вы первая, с кем я бы разговаривала. Вы уже поговорили, он же побачивает всю программу и скажет. Ну, я надеюсь, для него это будет новость, конечно, наверное. Ну, это действительно интересно, и вы интересно в другом образе, вы другая. На вас смотришься и не видишь Нелли Нечаева. Так, никакого романса, вы другая, в джинсах, в рубашке. Тобто, надалее вы свою карьеру также можете изменять в этом направлении, возможно. Ну, опять-таки, да, как будут обстоятельства. На сегодняшний момент, да, мне очень интересна эта работа. И я считаю, что она еще не изжила себя. То есть это только была первая ступенька, это был старт. То есть это было, очень бы хотелось бы, чтобы это именно так и было, чтобы это было началом, а не всплеском. Потому что работа очень достойная. И были очень много моментов рабочих шероховатостей. И ему было непросто, и нам, естественно, было непросто. Но это, слава богу, мы все достойно из этого вышли, из этой ситуации. Очень достойно. И очень много, опять-таки, отдаю должное ему. Я сегодня дико много говорить буду, потому что я с подобными режиссерами еще не сталкивалась. Никаких тебе психов, никаких тебе визгов, никаких тебе криков, никаких тебе «А, все, пошли все к черту!» «Все, все не сложило!» Ничего. Хотя были очень жесткие моменты. Реально был жестяк. Спокойно. Атмосфера даже на самих репетициях, она была настолько спокойная. То есть мы еще умудрялись как-то там шутить, что-то как-то там друг другу говорить. Я работала замечательной певицей, солисткой Раисой Меньшаговой. Да. Меньшаговой. Ра, извини, если неправильно фамилию назвала. Ты все равно классная. Вот. И будучи на одной сцене достаточно сильной, мы были настолько с ней разные, что этой конкуренции у нас не было. И мы друг друга буквально, вот мы дополняли. Опять-таки, заслуга чья? Так. Ну, профессионал одним словом. Профессионал. Что ты скажешь? Я очень довольна этой работой. Мне очень приятно было с человеком и в репетиционном периоде работать. То есть я могла что-то делать. Я могла... Я понимала, что от меня хотят очень четко. И я могла это делать спокойно, делать то, что я хочу, делать так, как теми способами, которыми я хочу на сцене. И меня никто не давил. Так. Никто не прессовал меня. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже нагадали, что 90-ти лет виповнилась наша улюбленная одесская филармония, что мы ее приветствуем. Так. И нагадаем, что произошел фестиваль филармониссимо. Все же таки, на ваш взгляд, как он прошел, как произошло свидетельство этой даты, чего ждать от филармонии? Ну, как вы понимаете... Инсайдерская информация такая. Ну, понимаете... Любое мнение основано на личностном восприятии. Для меня классно. Потому что у меня был 2-го числа концерт эстрадный, где я пела, где я вела, где я была на сцене с очень достойными артистами и молодыми, и взрослыми. И народный артист Украины Бокальчук, и Николай Свидюк. Тут же молодая плеяда очень сильных артистов, которые, вокалистов, которые пришли. Это Люда Третьяк, это Никита Волков. Ну, много людей. То есть было достойно, красиво, ярко, всплеск такой был. И на следующий же день вот это полотно. Это даже не концерт. Ну, вот для меня это полотно. Полотно, спектакль, музыкальные, да. Ну, не по-другому. Поэтому у меня такие перепады, и, конечно же, мне было не скучно. Естественно, что потом был выдох, был банкет, понятное дело. Это все довольные, счастливые, все надеемся только на лучшее. Думать стараемся. Как говорит Галина Борисовна Зицер, настроились. Вот ничего вокруг не вижу, не слышу, думаю только о хорошем. Все будет хорошо. И она нас так этим накачивает, что, я не знаю, как кто-то, но я хочу в это верить. Чи можно сказать, что филармония до своего ювилея уже пришла така зрила и может соби дозволить экспериментовать, не только показывать высший класс в классической музыке, проте теперь она иная. Ну, понятно. Я же вам говорю, хотя бы из-за того, что вот день в день и разные программы, а до этого же еще не надо забывать, что были вундеркинды и мастера, а до этого были чтецы, это целое полотно, целая программа, то такой противовес идет, что, конечно же, это не только классика. Классики и исполнителям классическим я очень уважительно отношусь, нет вопросов, это база. Но после третьего числа, после мировых хитов, естественно, это уже совершенно другая подача, это полная гармония разных стилей и направлений. Так, ну и, естественно, мы все одесситы ждем на реставрацию, которую нам пообещали на будущий год, а вот ждут артисты реставрацию, так же, как одесситы. Что вы ждете? Ну, я из того, что я артистка, но я и одесситка. С одной стороны, да, конечно. Хотелось бы, чтобы были новые преобразования, чтобы было комфортно, красиво, чтобы мы не потеряли такой памятник культуры нашего города, собственно говоря. Их не так-то много уже у нас, давайте говорить честно, и осталось. Но как артистка, конечно, у меня есть вопросы, потому что это будет определенный период, и надо будет, понятно, перестраиваться на этот период. Как перестраиваться, пока еще никто не знает. Что мы будем делать, тоже мы пока еще никто ничего не знает. Ну, посмотрим. Ну, здесь же говори, что все будет хорошо. Все будет доброе, однозначно. Это будет хорошо. Так, действительно, есть такие моменты, нам выстачает нашего карантина, которое происходит каждый сезон. Рестраурация – это также может быть певной речью простой для артиста. Чи, возможно, это будут open-air? Чи, возможно, новые проекты на новых майданчиках? Не знаю, может быть, все. Пока никто ничего не говорит. Пока никто... Я знаю, что вот 14-го у меня текущий концерт, я его работаю, я работаю не в зале филармонии, я работаю в Нацгвардии его, ну, с артистами филармонии я его веду и пою в нем. Пока никто ничего не говорит, пока работаем в рабочем режиме спокойно. Артистка Нелли Нечаева, что происходит, я пока не понимаю, какие это будут площадки. Вот. То есть есть пока только идеи проектов. Идеи озвучьте. Что это может быть? Чего чекать? Ну, во-первых, я уже говорила, я уже на самом деле все озвучила. Во-первых, это новый спектакль, на основе лирики, романтики, романсов. Какие сроки, можливо, на майбутненький рейк? Не могу сейчас сказать. Наверное, в следующем году. Нет, не осень, потому что много времени было подчинено именно работе к мировым хитам. То есть очень много времени было подчинено для того, чтобы подготовиться достойно. Вот. То есть это, наверное, скорее всего, уже следующий год. И, конечно же, я же уже говорила, что мне не хотелось бы, чтобы это был первый и последний концерт в этом спектакле. И вот этого спектакля, который создал Дикий Владимир Юрьевич. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это был проект, поэтому, ну, посмотрим. Акторские ваши работы. Давайте згадаемо, нещодавно вы снимались в фильме нашему одеському до, снова таки, ювилею зоопарку нашего одеського. Да. Так, посмешкали вы, ци, зняв Игорь Козлов-Петровский, вы там снимались, какую роль играли, и что это был за фильм? Как эта работа на вас видобразилась? Играла я роль старшей дочери директора зоопарка самого. Вот. Фильм, мне кажется, получился очень интересным. То есть, опять-таки, мне нравится идея рассказов о нашем городе. Понимаете, как вам сказать, Оль, у нас очень многое, то, что мы слышали, да, вот, то, что как бы на поверхности лежит о городе, это вот такая вот романтика, Мишка и Япончик, да, Давид Маркович Гоцман. А мне нравится то, что Козлов-Петровский вытаскивает другую сторону. Про какие туристы даже часто не знают. Не знают, потому что берется колорит однобокий. А ведь Одесса, она же разнопластова. Здесь же очень большой пласт интеллигенции. И очень много знаменитых людей. И вот он по-своему, он нашел просто форму, как можно это вытащить и показать. Как спасались эти животные, чего людям стоило спасать этих животных. Вообще, насколько были большие люди, большие именно не по физическим размерам, а большие люди внутри. Морально, душевно. Понимаете? Поэтому мне нравится его работа, нравится идея его работ. Поэтому я всегда с удовольствием прихожу к нему на съемочную площадку и не имеет разницы, какую роль я играю, там, большую, небольшую. В массовку, правда, не иду. После этого я говорю, нет, в массовку не зови, это не кокетничаю. А когда он позвонил и пригласил, Нельчка говорит, только будет не главная роль. Я говорю, ладно, про что? Да вот, вот так, вот так, вот так, вот это, вот это, вот это, все, иду, не переживай, все будет хорошо. А я вот что думаю, вам нужно придумать какое-то производство. А что, новая власть это приветствует? тоже мне представитель новой власти. А я знаю, что делать. Нам нужно открыть цех по пошиву одежды. Но машинки у нас в подвале стоят, они же есть. Хорошая идея. Верно. Сейчас в городе все швейные мастерские закрыты. А одежда ведь нужна. Конечно. Кстати, мы вчера работали с комиссией на привозе, штрафовали спекулянтов. Так что я знаю, к кому обратиться за советом по реализации. Хорошо. Верная мастерская. Замечательно. А сейчас пьем чай. Действительно. Ну, хотя у десь как киностудия была в ко-продукции, так, с кинокомпанией Юг, фильм, который снимал Козлов Петровский. Проте, не так много фильмов снимают в десь как киностудии. На жаль. И есть такая думка, что если кто-то заходит снимать, то деських акторов очень мало запрошают. Что это правда? А это не думка, это так и есть. Почему это так? Оля, я вам не могу этого прокомментировать. Знаете почему? Потому что, я вам скажу даже более того, кастинги не объявляются в открытой форме. Так, а чему? Где они отбываются? Они, вот я была как-то на кастинге несколько лет назад, и то потому, что мне позвонила приятель, она говорит, а ну быстро сюда, потому что вот тут толпа людей, какой-то кастинг проходит. Я буквально переодеваю. Это в Одессе. В Одессе, конечно. Само в Одессе, когда вы не объявляли. А потом я узнала, что да, действительно предпочитают работать с киевскими актерами, насколько я слышала это все дело. Вот. И, собственно говоря, к сожалению, так. Хотя у нас в Одессе очень много, очень фаундливых артистов. Ну, и мы про это чуем, что если что-то снимается, особенно если режиссеры наши Одессе, то только одесские актеры. Где они? Почему? А в Киев запрошивают? Чи там так уж своя каста киевских актеров, которых Одессе не зовут? Вы знаете, дело в том, что я все-таки больше к музыке. Поэтому никто никого никуда не зовет, Оля, я вам честно скажу. То есть для того, чтобы тебя приглашали, ты должна влиться в эту тусовку, в этот поток. Вернее, даже не в тусовку. В тусовку ты не влезешь, потому что там нужно быть. Для того, чтобы быть в той тусовке, надо быть там. Да, есть определенная схема, когда ты пытаешься найти своего агента и работать. Но мне ближе та работа, которая есть сейчас. Мне бы хотелось, чтобы она была немножко на другом уровне. Чтобы больше было площадок, чтобы были площадки побольше, чтобы была востребованность именно этих программ. Есть что показывать, есть с чем работать. То есть я больше заточена на вот эту работу. Поэтому говорить о том, что меня куда-то пригласят как актрису, ну, я не работала для того, чтобы меня там увидели и приглашали. Я просто не работала над этим. Ну, и трешечки хочется сказать про мюзикли, которые до вас безусловно мают визношение. Чому в нас не снимают мюзикли, я не знаю. В ответ на это нет. Проте они очень популярны там, на заходе, у нас не снимают совсем. Если бы вас запросили, вопрос такое, кого бы вы играли в мюзикли? Женщину кошку. Она заспевает, так, украинскую. Женщину кошку. Ну что, не украинскую, как уже показала практика, и украинскую. Ну, женщину кошку. У меня там есть что-то такое харизматичное. Вам бы дуже пасувало, Я знаю. Ну, а может, такой проект взяти и створить одесскими артистами? Вы понимаете, дело в том, что мюзиклы – это крайне затратное мероприятие. Почему? Потому что это не просто оркестр. Это должны быть костюмы, это должны быть декорации, это должны быть, чтобы все вот это было, плюс свет, плюс операторы. То есть, это ты не снимешь на телефон и так далее. Для этого должны быть спонсоры, для этого должны быть меценаты. Потому что ни для кого не секрет, что театральная деятельность – это в основном дотационные предприятия. Поэтому, насколько это затратно, найти такого мецената, такую глыбу или же такое предприятие, ну, это очень сложно. Поэтому, наверное, и не делать. Слушайте, ну, гроши же выделяют, ну, мы же бачим, питчинги, фильмы, просто правда, ни одного мюзикла я не бачила на питчингу, оскільки, ну, следкую за цим, так, багато фільмів. Ви любите мюзиклы. У нас уже второй раз разговор об этом. Просто цікаво, почему не? Ну, ось, жінка-кішка готова. Півати. Почему нет мюзикла? Почему нет мюзикла? Кошка готова? Так и назовем, кошка готова, мюзикла нет. Так, неймоверно, Нелі Нечаева, дякую, про те, що знову пофантазували зі мною, можливо, щось цього дійсно реалізується. Ми ж зиму пофантазували по поводу рокової програми. Добрый вечер. Бачите, іншого разу прийдете, ви вже жінка-кішка. Кошка. Кошки і хвост. Дякую. Це була Нелі Нечаева, артистка, актриса, артистка Одеської філармонії. Мене звати Ольга Галачик, і ви дивились проєкт її студії. Залишайтесь з нами, і до побачення. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитрувальниця Оля Шор